Феликс Машков – сооснователь производственной компании. В 21 год они вместе с другом создали фирму по проектированию объектов малой архитектуры и искусства, а также мебели. Ребята не только высказывают уникальные идеи, но и воплощают их в жизнь. Феликс уверен – стать предпринимателем просто. Важно научиться зарабатывать на своем хобби. Одной любви к делу недостаточно, чтобы добиться результата. Потому что, когда начинаешь продавать что-то за деньги, ты получаешь ответственность. Как раз то, чего не хватает в творчестве. Можно себе поблажки давать и так далее. Когда тебя клиент душит со всех сторон, ты и мотивирован творчеством, и мотивирован внешними факторами. И тогда просто рост гораздо быстрее идет. Компания стала сотрудничать с коммерческими организациями лишь три года назад. Но уже сегодня их проекты можно увидеть не только во Владивостоке и городах Приморья, но и в Сеуле, Токио и на Пхукете. В подчинении у Феликса и его компаньона около 20 человек. Их бизнес относится к малой форме. Если говорить о теории, есть четыре вида предпринимательства. Микробизнес, малый, средний и крупный. К малому относятся те компании, в штате которых до 100 человек, а доход за год не превышает 800 миллионов рублей. В штате среднего предпринимателя допускается до 250 человек и доход до 2 миллиардов рублей в год. Если эти цифры превышаются, бизнес считается крупным. Как правило, это государственные компании. В Европе малый бизнес – основной двигатель экономики. В России – лишь небольшой процент ВВП. Но тема малого и среднего бизнеса для нашего государства передовая, потому как в первую очередь это новые рабочие места и контролируемый налог. Поэтому на региональном уровне эти формы стараются всячески развивать. Например, во Владивостоке есть программа по развитию малого и среднего бизнеса. По ней предприниматели могут участвовать в получении 14 видов субсидий. Однако основная поддержка администрации города направлена именно на молодежь. Начинающие предприниматели до 30 лет могут на конкурсной основе получить грант. В размере 300 тысяч, если дело зарегистрировано на одного человека, и 600 тысяч, если на двоих и более лиц. Для решения конкурсной комиссии, конечно же, важным являются приоритетные области. Это такие, как производство, услуги для населения, строительство, здравоохранение, образование и так далее. То есть, если в планах открыть, например, просто кафе, грант вряд ли дадут. И еще надо понимать, что деньги даются не как стартовый капитал. Это скорее возвращение уже потраченных на развитие бизнеса средств. Чтобы их получить, мало иметь свое дело. Еще необходимо высшее экономическое или юридическое образование. Или хотя бы сертификат об окончании предпринимательских курсов. А также важно, чтобы соискатель зарегистрировался как предприниматель впервые. И проработал в этом статусе не больше года. То есть, по сути, шанс на получение именно этого гранта дается раз в жизни. Но нужно помнить об оставшихся 13 видах субсидий. На них могут претендовать все, кроме тех, чей бизнес связан с продажей алкоголя. Главное, говорят специалисты, начать свое дело. Возьми продукт и начни на нем зарабатывать деньги. Найди продукт. Предпринимательство – это что? Это в любом случае продажа. Не хочешь продавать? Ищи того, кто хочет продавать. Делай самый качественный продукт. На бизнес-форумах предприниматели повторяют в основном прописные истины. Главное, не лениться и не бояться, что в первый год все пойдет не так, как планировали. Кстати, помимо грантов и субсидий, Центр предпринимательства предоставляет бесплатную экономическую и юридическую помощь по вопросам бизнеса. Все выплаты же Центра рассчитаны именно на предпринимателей Владивостока. Но один город можно использовать лишь как площадку для создания бизнес-проекта, который потом будет популярен по всей стране. Кто-то добился успеха в своем городе, в своей нише, он делится этой информацией с помощью франшизы, находит единомышленников и партнеров в других городах страны. Это абсолютно горизонтальный, независимый ни от каких политических и любых других факторов процесс, на пользу которого работает интернет. То есть предприниматели других городов покупают вашу идею для своего региона, и таким образом обе стороны выигрыши. В наше время, уверены специалисты, бизнес-ниша сталкивается с двумя проблемами. Первое. Люди исповедуют принцип «все уже когда-то было» и не трудятся придумывать что-то принципиально новое. Второе. Многие не умеют грамотно продавать качественно интересные продукты. Для этого как раз и проводят предпринимательские тренинги и советуют обзаводиться партнерами-единомышленниками из разных городов, таким образом расширяя проект за пределы своего региона. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.